Общественные слушания в двух населенных пунктах Комсомольского совета прошли во вторник, 23 октября. Глава ЗМИСКОЙ администрации Евгений Мураев, а также руководители всех структурных подразделений администрации, встретились с жителями поселка Донец и поселка Комсомольский. Евгений Владимирович в торжественной обстановке вручил удостоверение и нагрудные знаки матерям героиня. Шесть женщин Комсомольского поселкового совета были удостоены этого почетного звания, присвоенного им президентом Украины. Еще одна приятная новость ожидала жители поселка Донец. Им были вручены государственные акты на землю. 18 лет эта работа не проводилась в районе. За последние два года ситуация с упорядочиванием земельных отношений пошла в рост. ЗМИСКОЙ район, один из первых в области, практически справился с этой задачей. До конца октября государственные акты абсолютно бесплатно получат 3 тысячи пайщиков района. Вы сможете распоряжаться своей землей. Второе. Во избежание всяких кривотоков и неправильной информации. Во втором чтении был принят закон о наложении моратория на продажу земель сельхозпроизначенных. До момента приведения всех нормативных актов в соответствие. Не сначала закон, что мы разрешаем продажу, а потом пишем как. А сначала принимается закон, как мы продаем, кому продаем, какая процедура. Прописывается абсолютно все, обсуждается с людьми и только после этого дается дозвил на продажу земель сельхозпроизначения Украины. Я думаю, что сегодня это ратифицирует президент. В любом случае, Горковная Рада этот закон уже подписала. Нине Михайловне государственный акт достался наследство от родителей, которые проработали всю жизнь в Шебелинском совхозе. Сегодня ей этот документ лично вручил глава администрации Евгений Мураев. Это наследство, ну вот мы подавали, я не знаю, наверное, месяц назад и все это сделано, все оперативно, все это сделано, да. Нина Михайловна в Донце живет с рождения и то, что в поселок вдыхается новая жизнь, ее только радует. Ну сейчас, слава Богу, мы почувствовали все-таки большую заботу администрации. Все это мы видим и чувствуем. Вот даже на примере вручения этих актов государственных на земельный пай, который очень оперативно все сделано, все доставлено. Это благодаря, спасибо нашим руководителям местной администрации. Новые детские площадки, отремонтированные крыши жилых многоэтажек, начало работ по строительству очистных сооружений. Все это результат кропотливой работы районной власти в поселке Донец. В поселке энергетика в самом Комсомольском сделано за последнее время также немало. То, что предыдущий руководитель Комсомольского совета Степан Миндарь нерационально, неэффективно распоряжался бюджетными средствами совета и тормозил развитие глобальных социально значимых программ, в скором времени будет доказано в суде. Об этом на общественных слушаниях заявил заместитель начальника милиции Змеевского районного отдела. В полном объеме подтверждены убытки, которые понесла аромата? Совершенно верно. В полном объеме. Это чтобы было понятно. Несмотря на то, что некоторые люди ходят и рассказывают, что это неправда, это сфабриковано, я еще раз говорю, к большому сожалению признаю, что и мы совершаем ошибки, но мы их исправляем. И в отличие от полных лозунгов наших предшественников, у нас перед законом все равны, даже если это члены нашей партии, даже если это наши выдвиженцы, которых мы выдвигали на руководящие посты. Если такие нарушения выявляются, то спрашиваем мы с них гораздо строже, чем с обычным гражданом. То, что рыба гнила с головы, в очередной раз доказал факт слаженной работы районной власти и депутатского корпуса Комсомольского совета. Я думаю, что сейчас нарушение бюджетной дисциплины больше не будет повторяться. Эффективность работы Комсомольский поселковый совет доказал. Решения принимаются оперативно, в полном объеме. Деньги расходуются эффективно. Депозиты, соответственно, размещены грамотно, приносят деньги. И экологический фонд мы уже начали инвестировать в те объекты, которые действительно нуждаются громадой. Вы их видите, мы их строим. Также за последнее время, учитывая пожелания жителей Комсомольского на предыдущих активах, в поселке решился ряд таких проблем, как ремонт кровли многоэтажек, теплообеспечение учреждений образования, ремонта фасада и крыши Дворца культуры, озеленение, строительство коллектора по улице Пушкинской, системы водоснабжения. Для самых маленьких жителей поселка было установлено порядка 10 детских площадок. Кстати говоря, в день проведения актива еще одна площадка появилась во дворе многоэтажек. Анечка, а как площадка? Нравится очень. Да? Как? Вы уже давно катаетесь? Ну, субботу начали. Да? А что тут раньше было? Тут раньше были какие-то железяки, вот там вот стояли, ну, чтобы вешаться на них и все. В пустыре жил. Очень хорошо. И самое главное, что пустырь, полностью пустырь был. Пустырь и страшно, как бы там вот скамейка стояла у нас постоянно. Тут не очень хорошие люди приходили, скажем так. Постоянно были бутылки, грязь, и страшно было детей выпустить. А теперь не страшно. Сейчас еще одна выйдет. У вас сколько деток? Двое. Теперь можно где погулять, да? Конечно, я же ее вижу, где она, что она, я спокойно за нее. В Комсомольском роддоме также произошли конструктивные изменения. За средства депутата областного совета Евгения Мураева были приобретены новые кровати, кондиционеры, окна. Проблема тепла и водообеспечения также ушла в прошлое. Ремонт коридоров и палат. Суперсовременный аппарат ультразвуковой диагностики. В таком родильном доме рожать стало приятно, а главное – не страшно. Манерничная ответственность. Роддом. Кто-то рожал в последнее время. Если вы знаете, в роддоме зря, зря. Виктор Федорович сказал, у нас должно быть 50 миллионов. Надо работать. В роддоме полностью была заменена система теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Поменял все окна полностью. Операционные оборудованы кондиционерами. Я заменил там полностью всю мебель. Мы сделали ремонт в коридорах. Где-то поменяли полы. Там появилась новая установка музея. И все это не бюджетные деньги. По медицине можно сказать, что за эти два с половиной года в медицину пришло инвестиционный, или спонсорских средств ровно столько же, сколько было выделено бюджетом. Одна из масштабных проблем, которая тревожит всех жителей Комсомольского без исключения, вот уже пять лет, наконец-то найдет свое решение на референдуме, который состоится 28 октября 2012 года. Блуждающий по Украине завод «Истмаэкопром» по производству жирных кислот в 2007 году по согласию тогда еще главы Харьковской областной администрации Арсена Авакова, который выделил землю, и экс-главы Комсомольского поселкового совета Степана Миндаря, который дал разрешение на работу предприятия на территории Комсомольского поселкового совета, начал работать и тем самым приносить ощутимый ущерб экологическому фону. Едкий запах серной кислоты просто заставляет задыхаться местных жителей. Очень ядовитые отходы в результате получаются, поэтому мы и подписывали много разных просьб о закрытии данного предприятия. У нас же на поселке построили такую мазутку, которая детям не дает дышать. И сколько мы писали, сколько собирали подписи, чтобы ее убрали. Ее по всей Украине возили, а у нас установили. Вонючка у нас, дышать нечем, ночью пускают пары, и люди ночью умирают. Пришедшая на встречу с главой администрации Евгением Мураевым, кучка работников ИСМА Экопрома во главе с женой директора предприятия, пытались отстоять репутацию завода, которая изрядно подпорчена издыхающим зловонием и хроническим нежеланием руководства проводить необходимые меры по экологической безопасности. Тем более, что завод имеет и сомнительную репутацию в плане налогового законодательства и легализации трудовых отношений. От этого предприятия единственное, что поступает в бюджет громады, это 400 гривен экологического налога. 400. Если станция платит 25 миллионов, то это предприятие, которое загрязняет, возможно, загрязняет атмосферу, больше всего платит аж 400 рублей. Все остальные налоги платятся в непонятных областях, в непонятном объеме. Что за рабочие места, которые не легализованы, не соответствуют нормам, и они не платят открепительно, хотя бы подоходные. Я это предприятие вообще не вижу. Кроме вреда оно не наносит никому пользы. И если зарплата 30 человек стоит выше интересов 15-ти тысячной громады, мы с вами не договоримся никогда. По инициативе фракции партии регионов Комсомольского поселкового совета, которая подготовила все необходимые документы, в Комсомольском 28 октября, в день выбора в Верховный совет, состоится и референдум, результаты которого поставят жирную точку в существовании этого вредного для окружающей среды и людей предприятия. Помните, день поселка, был едкий запах, хотя он должен был прекратить работу, и на референдум должна была быть вынесена несколько другая формулировка по вопросу. Прекратить провести мероприятия экологические и так далее. Сейчас мы оставим один вопрос. Ребро. Прекратить или нет? Потому что человек, несмотря на все договоренности, не понимает, что интересы громады должны быть впереди всего. И даже тогда, когда мы договорились, что с 30-го будет прекращена подача, сырье приходило еще и после 30-го. Понятно, да? То есть никто не собирался выполнять, надеялись, что каким-то способом этот вопрос удастся замылить. Не удастся. И я надеюсь, что 30-го, 28-го числа вы все придете, сделаете выбор и дадите мне аргументы, чтобы я мог им активно пользоваться. Нина Ивановна, коренная жительница поселка Комсомольского, на выборы и референдум собирается прийти однозначно. Ведь здесь проживают ее дети и внуки. А их здоровье – это самое дорогое, о чем беспокоится женщина. Нам столько беспокоит завод, который душит нас. Поэтому мы очень довольны, что собирается референдум 28-го числа. И мы должны решить окончательно вопрос о этом заводе.